В Закарпатье, на школьном дворе, старшеклассницы довыясняли отношения до черепно-мозговой травмы. Все подробности этого ЧП не только подросткового масштаба в нашем материале. В палате травматологического отделения Виноградовской больницы 13-летняя Регина. Девочка показывает следы от ударов на голове. Это результат нападения старшеклассницы. Регина рассказывает, 15-летняя Анжелика накинулась на неё после урока в нашкольном дворе, где поджидала с группой подружек. И она начала копать в живит. И мне тогда очень плохо стало. Но я, ну, как будто не мало воздуха. И она как нахилилась. И она начала кулаком бить, шею, голову, лице. И я не могла себя защищать, потому что их было больше. А я была сама. По словам Регины, Анжелика не взлюбила её уже давно из-за неких сплетен и с лета пыталась устроить разборки. Она уже в лету угрожала, знаете, что передавала мне всё, что от неё я достану, что меня убьют. Я никогда ей ничего не сказала. То там одна девочка начала так рассказывать, что я про неё так и говорила. Я вообще не говорила. Регина говорит, никогда не воспринимала угрозы всерьёз, поэтому никому и не рассказывала о них, пока не попала в больницу. Ей установлен диагноз, черепный мозг, травма, струс головного мозга, забий, побои мягких тканин, головы и черепной стенки. Станом на сегодня, стан детей задовольный. Всё произошло вот на этом школьном дворе возле Вилотской школы. С учениками сейчас работают полицейские, общаться с детьми, якобы в интересах следствия запрещают. Директор говорит, родители Анжелики, которую Регина обвиняет в избиении, от комментариев отказываются. А вот о том, что такая жестокая драка может произойти в школе, учителя даже не подозревали. Она ни на что нам не скаржилась. Это первый такой случай. Я надеюсь, что больше таких случаев не будет. Как выяснилось, после произошедшего в полицию с заявлениями обратились не только мама Регины, но и нападавшие Анжелики. Старшеклассница обвинила учителя информатики, который бросился на помощь Регине и разнимал девушек в избиении. Педагог не скрывает, шокирован таким поступком Анжелики и добавляет, неизвестно, чем бы закончилась драка, если бы он вовремя не вмешался. Полиции по факту драки в школе начали уголовное производство. Проверяют заявления обеих учениц. А вот мама Регины просит у правоохранителей дополнительной защиты. Говорит, родители Анжелики угрожают расправой, если их семья не заберет из полиции заявление об избиении.